Участник трех олимпиад в Афинах, Пекине и Лондоне. Экс-рекордсмен мира по плаванию Николай Скворцов готов побеждать и на всемирных военных играх. Полтора месяца он вместе со сборной командой российской армии готовился к соревнованиям в Самаре. Условия были великолепными, рассказал заслуженный мастер спорта. В двух шагах гостиница, бассейн, столовая и набережная. Тренировки и восстановления прошли на ура. У нас достаточно сильная команда. Мы надеемся завоевать много золотых медалей в этом виде спорта в Китае, на всемирных играх военнослужащих. Вот это наш основной старт за четыре года. И по сути дела мы четыре года к нему готовились. В сборной команде российской армии по плаванию 10 спортсменов. Поровну мужчин и женщин. Они выступают в военно-прикладной дисциплине спасения жизни на воде. Спортсмен не просто плывет. Он тащит за собой манекен человека весом 70 килограммов, преодолевая разные препятствия. Дистанции несколько – от 50 до 200 метров. В программе выступлений еще несколько эстафет. Тренер с самарским этапом подготовки команды остался доволен. Где бывает лучше? Я не видел. И мы надеемся, что все то, что мы запланировали, исполнили, выльется все-таки в очень высокий результат. И это будет большой плюс для всех. Сборную команду военнослужащих из Самары на китайские игры провожали начальник спортклуба ЦСК ВВС и председатель губернской думы. Пожелали им удачи и напомнили, что на прошлых соревнованиях российские армейцы заняли первое место в медальном зачете. Я вам искренне желаю всем успехов. Я уверен, что вы к этому способны, вы хорошо подготовлены. Мне сказали про вас режим работы, чтобы был очень напряженный. И начальник у вас такой скромный, но требовательный, очень жесткий, как и должно быть у спортсменов. Потому что не способный. Еще раз говорю, когда я посмотрел состав команды, это уникальная команда, конечно, вся тепловая такая. Летние военные игры стартуют в китайском Ухане 18 октября. Церемония закрытия пройдет 27 числа. Девиз соревнований – военная слава, мир во всем мире. За 27 комплектов медалей будут сражаться 16 сборных команд вооруженных сил из разных стран мира. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова